Всем привет! Ошибки, ошибки, ошибки! Если ты не делаешь ошибки, значит ты ничего не делаешь. То есть тут в нашей жизни самое важное это соотношение ошибочных решений и правильных решений. Потому что если ты что-то делаешь в своей жизни, обязательно будут ошибки, этого не избежать. Конечно, желательно избежать каких-то огромных, крупных, как сказать, жизненно важных каких-то ошибок, да, фатальных ошибок как-то избежать. Вот. И учиться на ошибках других. Именно поэтому сейчас я хочу вам рассказать в этом ролике, какие ошибки, я считаю, мы допустили. Я допустил, потому что я хозяин, я их допустил. Вот. За последний год строительства от фермы мечты, да, то есть для чего? Для того, чтобы вы могли посмотреть на нас, и если, как бы, Господь даст вам возможность вступать на землю, то не допускать вот эти ошибки, да, делать как-то по-другому. Ошибка номер один, да, первая ошибка это мы заехали на землю в зиму. Это не был наш план. Изначально мы хотели, как я уже говорил в предыдущем ролике, заехать в конце июля, в начало августе, и, как бы, конец лета и всю осень строить. Как получилось, мы заехали из-за форс-мажорных обстоятельств, о которых я рассказал в предыдущем видео, мы заехали на землю 16 октября. Это уже было, ну, поздно, и там случилась зимогидон, вот, алтайская. Но, первая ошибка, да, то есть желательно, желательно заехать на землю ранее, 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 ранее весной, вот, что у тебя будет целая весна, целое лето, целая осень, чтобы строить, чтобы уже на следующий год, как сказать, запуститься. Это была ошибка номер один. Ошибка номер два, которую, я считаю, мы допустили, я допустил это... У меня была такая идея построить сначала инфраструктуру, да, построить стайки, построить молочный цех, построить, там, как бы, водоснабжение сделать. То есть все сделать, чтобы можно было привезти животное и уже не отвлекаться на стройку, заниматься животными, заниматься животноводством, заниматься фермерством, да. Я упустил из внимания скорость вот этой стройки, да, что все-таки, когда только один Андрей, я и, там, волонтеры бывают, есть, бывает, их нету, да, то есть, как бы, как бы, слава богу, есть хорошие люди, которые нам помогают, но этот, как переменчиво, да, то есть, много народу иногда бывает, иногда совсем мало кого есть, и поэтому, как бы, она хаотично так продвигается, эта стройка, и надо было все-таки мясное поголовье, это овцы, может быть, даже бычки какие-то, взять вот этой весной, ранной весной, да, откормить их у нас, куча земли теперь, да, там, куча-куча пастбищей, пожалуйста, можно откормить их спокойно, и уже будет какой-то доход, да, уже осенью какой-то будет доход. Для нас на данный момент это проблема, да, то есть, у нас в бизнес-плане был учет на то, что мы сможем, ну, год прожить за счет сбережения, пока мы строимся, год вот это уже прошел, сейчас будем что-то изобретать. Третья ошибка – это стройка бани, да, то есть, баня, конечно, классно, супер, важно, здорово, и он даже нужен, то есть, нужно с него даже стройку начать, да, то есть, если есть возможность, начать с бани, ну, мы построили очень большую баню, 6х6, хотя мне Андрей говорил, может быть, построить 4,5-4,5, это было бы дешевле, это бы соответствовало нашим нужным, это было бы быстрее. Слава богу, у нас есть такая баня, какая у нас есть, она здорова, хорошая, там, с мансардой, вот, и она потом пригодится, но на данный момент она села у нас очень много времени, то есть, мы буквально, там, 2 месяца почти что строили только баню, да, и поэтому иногда, когда ты движешься, там, не знаю, к ферме своей мечты, или к проектам своей мечты, мечта может быть самой большой проблемой достижения мечты, да, я хочу именно вот такую вот грандиозную баню, но ты свою хочу немножко ограничь, вот, может быть, это не так важно, да, то есть, и поэтому это не фатальная ошибка, но ошибка, тем не менее. А ошибка номер 4, когда мы покупали коней, я сделал несколько ошибки в приобретении первых коней, которые оказались для нас просто большими головными болями, вот, слава богу, сейчас, как бы, они уже пришли более-менее в рабочую форму, есть новые кони, и, как бы, все хорошо, но это тоже села часть наших сбережений, села часть наших капитал, продали одиссеи, чтобы купить двух более, ну, лучших коней, которые больше подходят для наших рабочих целей, вот, но, тем не менее, да, капитал потраченный, это такая ошибка, я сниму отдельное видео, как не надо покупать коней, для того, чтобы немножко свои, детально рассказать вам свои ошибки, именно здесь. То есть, пятая ошибка, это строительство мальчишника, да, мы начали строить этот банк-хаус, этот домик для работников, изначально, как маленький энергоблок, да, то есть, это здание, где будут размешаться аккумуляторы, инверторы и все-все-все-все-все. И не было четкий, конкретный, продуманный план про это, да, то есть, я все там нарисовал, там, все, что я хочу, но именно вот этот блок, этот узел, я не нарисовал его досконально, я просто буквально взял в скетчупе, там, просто кинул картинку, что, ну, приблизительно, вот, будет, там, какое-то там, какое-то помещение под энергию, да, и это большая ошибка, нужно все до то, что досконально планировать, потому что, когда мы начали с Андреем вымерять вот этот вот домик для энергетика, там, ну, давай чуть-чуть здесь добавим, давай чуть-чуть там добавим, то есть, мы делали уже по ходу дела то, что нужно было изначально делать на бумаге, да, и получилось, что у нас вот это здание, в котором должны были размещаться генераторы, там, аккумуляторы, и так далее, и так далее, он получился просто здоровый, просто, ну, для этих целей огромный, вот, там, но для жилья он достаточно маленький, но, как бы, слава богу, мы рады, что он есть, я там прямо рад, на самом деле, что это здание есть, как бы, как бы не было, слава богу, Андрей там вообще молодец, вот, потому что там сейчас ребята живут, это хорошо, но, опять же, она сделала у нас время, да, то есть, если можно было отмотать назад, то есть, надо было построить все-таки маленький энергоблок сразу, и там у нас есть три юрты, мы бы разместились в юртах нормально, как бы, даже с волонтерами на данный момент, хотя летом был такой приплив людей, бывало случаи, когда было бы неудобно, но тут, опять же, нужно просто выбирать, да, то есть, все-таки, я считаю, что нужно фокусироваться на цель, и мы немножко вот здесь вот, получается, опять, немножко случайно так получилось, да, то есть, не нарочно, но немножко вот рассеялись, да, и поэтому из-за этого, слава богу, есть хорошее здание, вот это вот, ну, как бы, домик для работников, но лучше, чтобы, грубо говоря, стайка уже стояла, да, то есть, или еще что-то, да, то есть, это было бы лучше так, но, как бы, то, что продано, то, что продано, как мой дедушка говорил, вода под мост. Кстати, шестой, говоря про мост, шестая такая ошибка, это то, что в прошлом году надо было все-таки просто, как мы наконец-то сделали, нанять специалистов, которые умеют строить мосты, и просто в прошлом году, еще осенью поставить мост, мы смогли бы его, наверное, еще в прошлом году поставить, мы просто думали своими силами это сделать, все-таки, нам, плюхались-плюхались всю зиму в эту брод, там, когда ты ездишь по броду на машине, она, ну, вода залезает в всяких пыльниках, на всяких там, ну, на всю ходовку обмерзает, лопаются, рвутся вот эти всякие резинки, втулки, там, всякие эти, эти, ну, ходовая часть вся, это очень тяжело на машине, на амортизации бьет, и это была, ну, ошибка с нашей стороны, мы бы очень много сэкономили на ремонте, если бы изначально просто поставили мост, скупой иногда платит дважды, сначала за ремонт далеко, потом за мост, вот, поэтому это такая, как бы еще, как я уже говорил, шестая проблема или ошибка. Вот седьмая ошибка, это божественная цифра, 7, и на 7 мы остались, остановимся, да, с тем ошибок, купил слишком много земли. Это опять, как посмотреть, да, то есть у меня бизнес-план требовал 60 гектаров, я нашел место, где у меня было 60 гектаров, да, то есть, ну, там, чуть больше 60, там, 67, ну, под 70, грубо говоря, да, то есть, все прекрасно. Ну, был такой вот аппендицит рядом, 30, там, 36 гектаров или 32 гектара, ну, грубо говоря, чуть больше 30 гектаров, такой небольшой аппендицитик, который просто напрашивался на покупку, да, покупатели были расположены, у меня, вроде как, деньги лежат, и я потратил деньги, как бы купил, вот, дополнительные 30 гектаров, думаю, вот, у нас никого не будет в тылу, на тот момент уговаривал себя всячески разно, что это будет хорошее, хорошее приобретение, да, и на самом деле, если смотреть очень в далекий срок, это хорошее приобретение, да, иметь лишних 30 гектаров, они никогда не лишние, это хорошо, но надо было следовать плану, потому что сейчас нам бы, в общем, пригодились эти деньги, которые мы потратили на эти гектары, да, то есть, как бы ни было, когда ты сидишь на берегу, как сказать, да, холодно, рассудительно, я не знаю, математически, стерильно подходишь к вопросу и рисуешь план, все-таки это очень хороший момент посмотреть объективно, потому что ты когда-то и в пыль боя, так скажем, зашел, и начинаешь там что-то деньги направо, деньги налево, очень легко растратить свой капитал, очень легко потратиться не на то, да, то есть, поэтому вот такой небольшой сборник ошибок, кто-то скажет, ничего, Джастас, ты что там, столько ошибок допустил, ты хоть что-нибудь правильно сделал, я надеюсь, что мы большинство правильно делаем, я раскрываю эти, как сказать, эти ошибки для вас, для того, чтобы вы могли, когда вы сделаете свой шаг на свою землю, чтобы вы смогли воспользоваться нашим каким-то опытом в этом деле, да, то есть, извлечь какую-то пользу от наших ошибок, от нашего хождения, наверное, последняя идея, которую я бы здесь хотел подчеркнуть, это то, что я уже сказал, это то, что имейте хороший план, да, четкий-четкий план, если происходят фурс-мажоры, прямо останавливайтесь, посвятите день-два, чтобы холодно посидеть за столиком, посчитать все, не надо ничего слишком спонтанно делать, время, чаще всего мы более богаты временем, чем мы богаты деньгами, поэтому можно иногда просто на два дня остановиться, пересчитать свои, ну, активы, свои расходы и понять, ну, что нужно сделать, да, то есть это на самом деле очень важный такой момент здесь, когда вы внедряете свой бизнес-план, когда вы тратите свой ночь кап, потому что ночь кап сложно собирать в кучу и очень легко его растратить, поэтому вот 7 таких ошибок, надеюсь, что они вам послужат каким-то негативным примером, чтобы вы смогли не допускать подобные ошибки, наоборот, делать, ну, более лучшее, какие-то планы для вас, чтобы у вас все получилось, поэтому давайте, осваивайте Господнюю землю и давайте до следующего раза.